Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о том, как работает прибор LaunchEasyDiac прошили под все марки с автомобилем BMW X3 Какого года? 2008 года 2006 года Подключили прибор, заходим в BMW Так, тут у нас указана версия Подтверждаем, подключаемся Нажмем автоматический поиск 16 пин Сейчас просто сделаем общее сканирование, чтобы определить, какие блоки есть и есть ошибки по этим блокам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В машине много блоков, поэтому полная диагностика занимает довольно длительное время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тут похоже на треохранители, когда просто передергивали под стеклоподъемником. Радио неинтересно, освещение. Тоже много всего одинаково, в машине давно ошибки не удаляли. Сапожный без сапог. Сапожный без сапог. Сапожный без сапог. Видимо, просто была привязана ошибка, которую мы сделали с предыдущего блока, к ошибке по дачу главпородок. Управляем в колеса. Это спорядически, потому что если бы сейчас не было питания, то машина бы корректно не работала. Блок ЭБУ. Видимо, где-то был перегрев и сработала защита нагрузки. В аварию свалило. Интерфейс EVS просто заглушило машину, не прочитал вовремя иммобилайзер ключ. Ничего такого, не критично. У нас полная диагностика окончена, сейчас будем отдельно сканировать каждый блок. Смотрим, что по ним можно посмотреть. Смотрим. Смотрим.